Фестиваль стал настоящим праздником искусства, где все желающие могли окунуться в творческую атмосферу и попробовать свои силы во всевозможных мастер-классах, в лепке, рисовании, росписи по дереву и многом другом. Дополнительный бонус заключался еще и в том, что весь процесс проходил под руководством профессиональных педагогов, и это давало возможность научиться чему-то новому. Мы сейчас лепим из глины, я леплю кулончики для лучшей подруги. Это очень интересное занятие, мне интересно. Я люблю подставку человечка, на которую можно будет вешать всякие украшения. Это очень интересное занятие, я впервые этим занимаюсь, это круто. Лето в Подмосковье проходит отлично и даже дождик нам не помеха. Сегодня на фестивале каждый желающий может найти себе занятие по душе. Я, например, выбрала рисование, хочу запечатлеть наше зеленое лето. Это такая точка в городе, которая, я надеюсь, в дальнейшем будет привлекать сюда семьи, горожан полностью. То есть там и будут какие-то, я надеюсь, занятия и для мамы, и для папы, и для детей. Ну то есть это такое, в дальнейшем будет прекрасное место семейного отдыха. Три нити – это как три нити. Здоровье, творчество и дело. В основном у нас здесь активность творческая и про здоровье. Для любителей активного отдыха и тех, кто просто не любит долго сидеть на одном месте, на площадке рядом со сценой был организован танцевальный марафон, включающий в себя фитнес-тренировку. Приятным завершением фестиваля стал показ лучших короткометражных фильмов Всемирного фестиваля уличного кино-2019. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.